Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Иллюзия Обмана. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Табу. Искатель приключений строит свою собственную корабельную империю в начале 1800-х годов. Иллюзия Обмана 2. 2016 года. Четыре всадника, команда лучших иллюзионистов мира, снова в сборе. Их магия стала еще совершеннее, а враги опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната. Фантастические твари и где они обитают. Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе. Фокус. 2015 года. История об опытном мошеннике, который влюбляется в девушку, делающей первые шаги на поприще нелегального отъема средств у граждан. Отношения становятся для них проблемой, когда обнаруживается, что романтика мешает их нечестному бизнесу. Кто я? Бенджамин – молодой компьютерный гений. С детства он мечтает стать супергероем из комиксов и покорить мир. Но в реальном мире он никто. Его жизнь неожиданно меняется, когда он встречает свою полную противоположность – харизматичного парня Макса. Не желая жить в жестких рамках системы, они совершают череду дерзких киберпреступлений. Восстав против равнодушного общества, они становятся кумирами для целого поколения. Теперь Бенджамин не просто супергерой. Он самый разыскиваемый хакер в мире. Но что его ждет после погружения в альтернативную реальность? Кто же он на самом деле? Невероятный Бёрд Уандерстоун. 2013 года. Фильм рассказывает историю двух фокусников-конкурентов в Лас-Вегасе. Бёрд Уандерстоун однажды во время исполнения номера лишается напарника и все оставшееся время пытается вернуть себе мотивацию и вернуться к любимому занятию. Красные огни. 2011 года. Ученые-скептики Маргарет Мэттисон и ее ассистент Том Бакли занимаются разоблачением шарлатанов. Изучение паранормального приводит их к столкновению с давним противником доктора Мэттисон, человеком по имени Сильвер. Объявив о своем возвращении, Сильвер впервые за многие годы выступает перед широкой публикой. Знавшие экстрасенсы люди не забыли, что незадолго до добровольного ухода Сильвера со сцены таинственной смертью погиб основной критик ее деятельности. Начало 2010 года. Кобб – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения. Он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного спионажа. Они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Вместо идеальной кражи Коббы и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача – не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду в встрече с опасным противником. Который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб. Джонни Д. 2009 года Сюжет фильма повествует о легендарном грабителе банков Джоне Диллинджере. Дерзкие нападения сделали его выдающимся героем для всех угнетенных и главной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвина Первиса и директора бюро Джона Эдгара Гувера. Никто не мог восстановить банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла его удержать. Обаяние и отчаянные побеги прославляли преступника в обществе, считавшем банки главной причиной Великой Депрессии. В то время, как приключения лихой банды, которые примкнули малыш Нельсон и Элвис Карпис, вдохновляли обозленных граждан, Гувер решил воспользоваться случаем и превратить бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны – ФБР. Он сделал Диллинджера самым опасным врагом Америки, а спасителем нарек Первиса – гордость Федерального бюро. 21. Карточная игра – комбинация уникальных математических расчетов, превосходных актерских талантов и хладнокровной выдержки. Карточный игрок – человек особого склада. Молодые люди решили провернуть аферу века и разорить крупнейшее казино страны на астрономическую сумму. Они решили взять Вегас. Их пятеро. Игра захватила их целиком. Их игра поразила своей виртуозностью. Они изменили ход самой игры. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok